Если осенняя депрессия сломила ваш боевой настрой, отправляйтесь в этот четверг в кино и проникнитесь нелегкой судьбой автослесары Николая из фильма «Левиафан». Между прочим, эта картина выиграла приз на Каннском фестивале за лучший сценарий. Власть надо знать в лицо. Чего тебе надо, власть? Вот это все. Режиссер Андрей Звягинцев столкнул в фильме интересы власти и народа прямо у берегов Баренцева моря. Живописное место для чиновников и единственный источник дохода для Сергеева Николая. За свой кусок земли главный герой будет биться до конца. По мнению психологов, чаще всего осенью везет именно рыжеволосым. А вот в средневековье рыжие бестии считались настоящими колдунями. Но насколько сильны их чары, вы можете узнать из фильма «Магия лунного света». Я призову духов невидимого мира. Подай нам знак. Чем дольше я наблюдаю, тем в большем я замешательствую. Я начинаю сомневаться в собственном здравом смысле. Молодой англичанин приезжает на Лазурный берег с целью разоблачить жуликов, орудующих в городе. Но загадочной мошенницей оказывается прекрасная девушка, в которую сыщик влюбляется без памяти. Теперь успех ее спиритических сеансов в его руках. Актриса Елизавета Боярская весь год готовилась к своему кинодебюту после родов. Но ей не пришлось ходить в тренажерный зал. Она просто взвалила винтовку на плечи и отправилась в тайгу. Все подробности в картине «Беглецы». Вперед на просмотр! А другого пути нет, а? Закон теперь против него. Метод. Группа «Катаржан» совершает побег в сибирской глуши, среди которых молодой революционер Павел Нечаев. За их головы положена большая награда. Группа наемников уже идет по следу беглецов. Спасаясь от расправы, Павел укрывается на прииске, где знакомится с глухонемой девушкой Устиной. Она и станет ключом к спасению. Известный актер Дензел Вашингтон редко продюсирует фильмы. Но для ленты «Великий уравнитель» он сделал исключение. Стоило ли актеру тратить 200 миллионов долларов? Смотрите сами. Но когда я вижу, что с моими знакомыми поступают несправедливо, я не могу бездействовать. Спецназовец в отставке работает менеджером строительного магазина. Очереда неприятностей заставляет его вновь взяться за топор войны и вступить в неравную схватку с ЦРУ и русскими бандитами. Теперь вся надежда ложится на былую закалку. Ирина Кестерева, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.